На ваших экранах программа «Городские встречи». Сегодня в нашей студии майор полиции Николай Нефёдов, дознаватель отдела дознания ОМВД России по Рыбновскому району. И сегодня мы поговорим о наркотиках. Проблема актуальна. Почему мы в очередной раз решили с вами поднять эту тему? Здравствуйте, Марина. Как известно, наркомания – это общественная проблема. И касается она, к сожалению, в нашей стране очень многих человек. Ошибочно считают, что наркоманы – это являются бездомные люди, либо люди ранее судимые, ну, в общем, скажем, люди с плохой репутацией. Как правило, как показывает практика, им являются вполне довольно-таки добропорядочные граждане. Даже кто-то из круга, может им являться кто-то из круга наших знакомых, хотя мы знаем их как людей, имеющих хорошую репутацию, отличную работу, замечательную семью. Вот, то есть, как я уже еще раз повторюсь, это действительно актуальная общественная проблема. В настоящее время, в частности, в ОМВД России по Рыбновскому району, в 2016 году за последние пять месяцев находились в производстве уголовные дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков. За последние пять месяцев, повторюсь еще раз, было направлено у нас четыре уголовных дела по наркотикам конкретно. Причем лица, привлекаемые к уголовной ответственности, проходящие по данным делам, имели, как я уже отметил, довольно-таки порядочную репутацию. Были, во-первых, по месту жительства характеризовались положительно. Ранник уголовной ответственности никогда не привлекались, даже к административной некоторые не привлекались, ни разу штрафов не было никаких. Вот, у некоторых были семьи, у некоторых даже дети были малолетние, хорошая работа. Ну, в общем, были довольно-таки положительные люди, не скажешь сразу, что человек мог как-то употреблять наркотики, либо заниматься деятельностью, связанной с незаконным оборотом наркотических средств. Николай Юрьевич, Вы сказали о том, что уголовные дела, какие вообще, какие санкции, какое наказание могут понести те, кто занимается незаконным оборотом наркотиков? Ну, дознавателям органов внутренних дел по закону, вл. пациентуальному, предусмотрены дела небольшой и средней тяжести. То есть санкции за них не превышает лишение свободы на срок свыше пяти лет. Ну, кроме этого, предусмотрены такие наказания, как штраф, примерно до трехсот тысяч рублей по некоторым статьям есть, допустим, в частности, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Вот. И обязательно работа на срок до 480 часов. Ну, по делам, в частности, именно, которые тему мы уже затронули, это, то есть по наркотическим средствам, это незаконное приобретение и хранение наркотических средств, часть первая у нас, статьи 228 Уголовного кодекса, содержание, систематическое предоставление помещения для употребления наркотических средств, ну, в простонародье называют люди притон, это вот, это часть первой статьи 232 Уголовного кодекса, и культивирование наркотикосодержащих растений, часть первой статьи 231 Уголовного кодекса России. Это, в принципе, я привел пример тех категорий дел, которые расследуют дознаватели органов внутренних дел. Для того, чтобы было понимание и у наших телезрителей, и у меня, в частности, как много людей употребляют наркотики, как много наркозависимых в нашем обществе? Ну, вообще, по общедоступной статистике установлено уже, что каждый 50-й гражданин России, в нашей стране, вот, когда-либо употреблял наркотические средства. То есть, не какие-то конкретные, я буду говорить, а в общем. Вот, а в частности, что касается Рязанской области, по той же статистике, за 2015 год более 300 человек, только было за 2015 год, поставлено на учет, как, скажем так, первичные наркоманы. То есть, люди, впервые употребившие наркотические средства, и в связи с чем они были там поставлены на учет. Профилактические. Ну, в основном, лица, которые употребляют наркотические средства, это молодые люди от 18 до 24 лет, так скажем, в среднем. Вот. И в связи с этим борьба с незаконным оборотом наркотических средств, я считаю, она очень актуальна. И действительно, это, повторюсь еще раз, это действительно общественная проблема, потому что употребляет нашу молодежь. Так что же толкает молодежь на то, чтобы употреблять наркотики, как вы это посчитаете? Ну, причин бывает много, вот. В основном это бывает то, что люди не имеют какого-то интереса. У некоторых людей возникают проблемы с потерей работы, у кого-то возникают какие-то свои личные причины. То есть, какой-то конкретной причины нет. То есть, иногда это круг знакомых. Молодые люди подвержены влиянию более старших товарищей. Например, тех же ранее судимых. Они могут как-то их вовлечь, предложить употребить. Могут прийти на квартиру к какому-то своему малому знакомому, где попробуют впервые наркотики. То есть, в принципе... То есть, так судьба складывается. А как показывает ваша практика, какие наркотические средства наиболее распространенными являются сейчас, допустим, в Рязанском регионе, в Рыбновском районе в частности? Ну, самое распространенное средство, это, в принципе, общеизвестный факт, это курительные смеси. В частности, как среди наркоманов, для общей на общеупотребительное слово – это спайс. Курительная смесь спайс. Состоит она из, скажем так, трав, обычных там лечебных трав, которые подвергаются обработке, сильной химической обработке. И получается, как такая смесь травы с химическим составом получается. И употребляют ее люди путем курения. Насколько я понимаю, там состав время от времени меняется, чтобы каким-то образом законодательство, да? Ну, да, состав он менялся. То есть, еще в 2013 году в законодательстве было, существует определенный список наркотических средств. И в 2013 году были внесены изменения. И они периодически, эти изменения, вносятся, вносятся и вносятся. Потому что, скажем так, производители наркотиков, они тоже не отстают. Они стараются как-то увильнуть от уголовной ответственности. И изобретают, как бы, ну, новые смеси, получается так. Появляются новые виды наркотиков, которые не включены в список этих наркотических средств. И люди, получается, как бы, избегают уголовной ответственности. Но законодатель, слава богу, здесь не отстает. То есть, постоянно законодательство совершенствуется, вносятся изменения, изменения, изменения. Ну, и в частности, самое главное, это ужесточение наказания. В первую очередь, за производство и за сбыт наркотических средств. Недавище, как в этом году, в 2016 году, было направлено уголовное дело в суд по обвинению гражданина Н, назовем его так, жителей Рыбновского района. Вот. Он на протяжении четырех месяцев содержал, скажем, по простому притон, по уголовному, скажем, что систематически предоставлял помещение для потребления наркотических средств. И он пригласил своих троих знакомых. То есть, у него был определенный короткий круг людей. То есть, не разные к нему люди ходили, а его вот именно друзья. Доверенные лица. Ну, скажем так, да. Доверенные лица, которым он предложил употреблять наркотики. То есть, он сказал, я буду предоставлять свою квартиру, мы будем здесь курить, здесь безопасно, все хорошо будет. Но за то, что я буду давать свою квартиру вам предоставлять, вы мне будете бесплатно давать наркотические средства. То есть, данные молодые люди приносили наркотические средства с собой и также приносили наркотические средства для него. Он за это, кроме того, что курил еще после того, как они покурили, уходили из квартиры, Он все проветривал это, весь этот мусор, то есть все курительные приспособления, что как они курили, он все это собирал, выбрасывал, то есть поддерживал порядок. Ну и в результате, скажем, слаженных действий сотрудников уголовного розыска Рыбновского района факт был выявлен, деятельность этого притона была пресечена. Ну, соответственно, данный гражданин Н у нас был привлечен к уголовной ответственности по указанной мной статье. Дело в суд было направлено, рассмотрено, получил он наказание в виде лишения свободы сроком на два года, но условно, с испытательным сроком получил. Почему так получил? Потому что, как я уже говорил ранее в начале своего рассказа, скажем так, ранее не судим никогда, имел официальное место работы, характеризовался положительно по месту жительства, то есть личность такая как бы незаметная до этого никогда не была, но в результате вот он был выявлен, получил он условно. Еще хотелось бы поговорить о наркотических средствах, которые произрастают, допустим. Были ли случаи произрастания на территории Рыбновского района выявлены наркотиков? Ну да, такой случай действительно имел место. В 2015 году, значит, в одном из населенных пунктов, то есть не в самом городе Рыбнов, деревне, в одной из деревень, вот, участковый наш сработал хорошо. Что на участке обнаружил, что при проверке своего участка обнаружил, что у одного гражданина прямо на огороде, в теплице, возле дома растет конопля. Конопля, она, это наркотик, содержащий растение, она содержит такой наркотик, как марихуана, каннабис по-другому. Вот, вырастил он там 20 кустов коноплей, вот, после чего эту коноплю он, как бы, собирался, как он пояснял, когда давал показания, собирался ей употребить. То есть высушить потом, да, лично. Ну, не знаю, может, он, конечно, и обманывал это, как бы, но его, слова его показания были такими. Вот, дело также было окончено, также было направлено в суд, вот, ну, сразу, как бы, отойду немного за темы, напомню, что санкции данной статьи, это часть первой статьи 231-го Уголовного кодекса, предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. То есть это преступление вообще за культивирование, оно получается небольшой тяжести преступления. Но, кроме этого, альтернативным наказанием там является штраф, а штраф до 300 тысяч рублей. И дело в суде было рассмотрено, и гражданину этому, вместо того, чтобы давать там условно, вот, ему дали штраф. То есть он был наказан так, да. Личность также была, как я уже говорил, он уже довольно-таки, ему было 30 лет, он имел семью, у него малолетние дети были, работал официально. То есть что человек сподвигло на это, ну, как пояснял он сам, я хотел бы вот попробовать просто. То есть у него вот так. Бывает всякое. Ну и чтобы вы могли, может быть, обратиться к нашим телезрителям, к молодым людям в частности, и порекомендовать им, как избежать наркозависимости, дурных компаний. Ну, в первую очередь, я, конечно, прошу уважаемых телезрителей прислушаться к моим словам, если можете. Во-первых, надо найти какую-то цель в жизни, иметь какой-то интерес, ну, заняться научной, творческой деятельностью, кто-то занимается спортом. Потому что в первую очередь надо думать о благополучии своей семьи, себя, и в первую очередь о здоровье семьи. И это, в принципе, цель, скажем так, и государственная цель, то есть, чтобы эту общественную проблему как-то решить. То есть, сами мы решить ее не сможем, ее смогут решить, я считаю, только сами граждане, если они прислушаются к нашим словам и прислушаются в первую очередь к себе. Ну, еще, кроме этого, прошу граждан убедительно, что обо всех случаях, связанных то ли с притонами, то ли с употреблением наркотических средств, вы можете обращаться по телефону доверия в МВД России по Рязанской области, он общедоступен, везде имеется, в том числе и интернет-сайт имеется. А также можете обращаться напрямую в территориальные органы по месту вашего жительства. Спасибо, Николай Юрьевич. У нас в гостях был майор полиции, дознаватель отдела дознания ОМВД России по Рыбновскому району Николай Нефедов. Мы прощаемся с вами. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова